Аниме Стронг Не знаю, как отбор, конечно, проводился на это место, но все-таки все, кто следят за жизнью на СЛТВ, прекрасно знают, что аж три турнира Аниме Челленджа у нас проводилось с помощью СЛТВ, и как раз-таки за счет этого три команды и набралось, плюс победители АМ-серии, плюс победители Семи-серии, если я не ошибаюсь, еще несколько составов, о которых я мало чего знаю. Ну, в общем, ребята встретились в полуфинале, и сейчас будем смотреть за тем, как обе команды будут сражаться между собой. Оба этих коллектива на данный момент, можно сказать, считаются основными составами организации Аниме Юнити, поэтому я думаю, что заруба будет жесткая. Напоминаю вам то, что матч этот проходит по системе Бесту в один серии, и, возможно, рулетка, а уж как там дело сложится, будем с вами смотреть. Так, давайте переходим к пикам банам. Аниме Стронг, сторона Дайр, соответственно, сверху ребята находятся. Шкипер на пике, Инвокер Бэйн одних, забанили земелью, Оракла, Вайпера и Брудмамку убрали. Оник, сторона Рейдинг, соответственно, парни находятся снизу, Оскар на пике, Дарксир, Найтсталкер, Слардар и Фантом Лансер от них в бане. И тратят уже большое количество резерв тайма, Оник для пика третьего героя. Ну, у них есть Тускар Дазл, непонятно, в какой роли этот тусик пока что будет исполняться. Увидим ли же мы этого Тускара на четвертую роль, на позиции второго саппорта, либо же Тускар отправится у нас в сложную линию. Будут ли это 2-1-2 стандартные, либо же ребята 1-1-3 пойдут. Сейчас все увидим, пока что предугадывать мало чего можно. Вот, но Виндренж заезжает. На третий пик есть Солмидер против Вокера. Ну и Стронги чем ответит. Ну, нужен саппорт, нужен керри-герой, но я так понимаю, все-таки керри-героя будут оставлять на ласт пик. Все-таки роль очень важная и, понятное дело, открывать все козыри заранее никто не хотел бы. Также, ребята, для всех тех, кто только, возможно, подключился к нам на трансляцию, напоминаю вам то, что это квалификации на квалификацию в Старсерию. То есть, ребята, если победитель этой квалификации выходит на квалификацию следующую, и там получает возможность сыграть в Старсерии. Был такой вопрос у нас в чатике перед этим матчем, поэтому вот так вот отвечаю я вам. Смотрел ли на мою UDP? Да, я смотрел на твою UDP, к сожалению, ничего не смог отписать, но ты там Бетрайдера Феникса в мид поставил. Это я видел. Ну, не знаю. Попробуй так со своими друзьями поиграть в CM Ranked и посмотри, как это дело все сработает. Сам получишь ответ на свой вопрос, работает ли подобная движуха или нет. Просто я думал, сначала нужно Аматорку, потом Про-серию, а потом и Старсерия. Ну, во-первых, ты забыла 7 серий, вот, которая между Аматоркой и Про. А в целом, конечно, да, ты прав, есть ладер специальный, вот, можешь пройти до Старсерии, само собой, все в твоих руках, если у тебя есть 4 потных рукастых человечка. Ну, зачастую это твои друзья, возможно, и. Берешь их, собираешь стак, регистрируешься, играешь, побеждаешь, проходишь в Старс, становишься звездой, там, бабки, гонорары и прочие прелести подобной жизни. Так, ну что, здесь визаж от Анима Стронг заезжает, второй саппорт. Не удивлюсь, если здесь будет сейчас взят от Рокса, потому что, опять же, 3 героя, которые все-таки... Стронжевой атакой у нас, и, как вариант, Рокса здесь смотрится весьма-весьма здорово, опять же, под визажа, потом где-то в мидгейме на второй план отойдет, а визаж начнет керировать со своими фамильярами, с Аганимом, с Минус Армором, с Солур Крестом. Ну, сейчас Шкипер посмотрим, что выберет, вот, Думпрингер заезжает для Виндрэнджер, как раз, чтобы ее контролить, я думаю, в замесе, ну, и Оник забирает себе Герокоптера, Оскар решает пойти, скажем так, по уже проверенным стопам, Герокоптера мы видим часто, Герокоптер заезжает практически во всех играх Star Series, во всех играх, которые проходят сейчас на квалификациях к мажору в Шанхае, поэтому Герокоптеры мы видим, Герокоптеры мы видим постоянно и будем смотреть. И в этом матче тоже. Ну что ж, стадия Ласбанов, Оник, кого избавиться. Минус Юрнера, да, убирает еще одного Керри-героя, ну и смотрим ответ от Стронгов. 20 секунд у них на пик, плюс бонус тайм, еще большое количество резервного времени у ребят осталось Шкипер, недолго, думая, упирает себе героев. Ну, как мы видим, Оскар не боится Траксу, возможную, потому что убрал именно Джиггернаута. Уж не знаю, как Стронги с этой Траксой будут играть, если она, само собой, здесь появится. Если же нет, то, я думаю, герой, ну, напоминающий Юрнера. Возможно, здесь антимаг как вариант, но для антимага большое количество контроля уже. Это и Шекл, это и Тускар со своим Валрус Пончем и Сноуболом, но здесь нет Саленса ни одного. Ну, Найт Сталкер в бане, Найт, подобных героев-то и больше нет никого. Команда снизу победит. Посмотрим. Посмотрим. Спирит Брейкера здесь забанили Стронги, команда снизу. Ну, а с чего ты так решил, что она победит? Не факт еще. Мне кажется, что здесь пики 50 на 50, как говорится. Здесь больше зависит от исполнения. Все-таки, ребята, оба коллектива рукастые, достаточно. Не зря они уже в полуфинале у нас играют, правильно. Last pick. А, Radiant. Команда сверху, команда снизу. Видно будет? Ну, вот он, Феникс, заезжает. Да, Феникси уже говорили нам в чатике. Вот, Феникс заехал сейчас. Ну, на роль офлейнера, как я понимаю, Тускар тогда у нас становится саппортом все-таки вместе с Даззлом. И у нас Дроу Рейнджер. Last pick. Ну, вот она появляется. Кстати, Аниме Стронг у нас без, увидим, изображения. Сразу пауза. Троксы у нас не оказывается в лобе, к сожалению. Ну, давайте, смотри, кто на ком играет. Так, сторона Radiant. Команда Аниме Оник. Road to 5K. На Фениксе. Кот Даззл. Рандом Виндрэнджер. Лорд Биавульф. Кстати, классный фильм. Кто не смотрел, весьма... Обратите свое внимание. Так, ведет где-то 2,5 часа или 3 часа. Но это мультик, по факту. Вот. Но я думаю, вам очень понравится. Поэтому сразу загуглите, посмотрите, что это за фильм топовый. Оскар Тускар. Ну, и против них страна Dyer. Команда Аниме Стронг. Фиксики на Байне. Со-смарт фармящий от Роксаш. Кипер Виза с Джина на инвокере в Мидлейне. Терабайт оффлейн Думбрингер. Поехали. Аниме. Начнут постепенно парни развегаться. Я думаю, ничего не станут придумывать. Лоненький для себя. Да, действительно, Феникс справляется уже в сложную линию. Могли бы пробовать Гирокоптера. Поставить в сложную с двумя саппортами. И получится такая очень агрессивная линия против Траксы. И, по-моему, здоровско напрягать постоянно Дроу Рейнджер. Но если вдруг эту линию, трипл-линию сверху, ребята, проиграли бы этой самой Траксе. То фаст левел и большое количество крипов для Траксы не оставил бы шансов вообще Оникам что-то здесь делать. Но и не решают. Агрессивно действовать. В итоге Гирокоптер действительно снизу находится. Ну вот, остается 35 секунд до баунти-рун. Кому драться здесь на начальном этапе игры с подручней, даже не знаю. Но мы видим то, что уходят Рейдианты на нижнюю руну. Инвокер же заберет руну сверху. Я думаю, здесь, возможно, Феникс попробует залететь с Икарус Дайва. Как-то цепануть эту баунти-руну. Получится или нет, сейчас посмотрим. Потому что снизу баунти-руну отдают. Здесь Дубрингер мало чего сможет сделать. Ну вот, Феникс своровать баунти вполне себе может. Надо вылетать, если я не ошибаюсь, на 0.1. Сейчас посмотрим. Я думаю, готовы к этому парни из Стронг. Оп, полетел. Руну не забираем. Да, все-таки Инвокер здесь законтролил Джина. Ну, в общем, с небольшим бустом на начальном этапе игры. Флаг ему в руки. Ну и начинаем смотреть. Сразу же Бейн будет цеплять, понятное дело, Курьера. Так как фласка есть. Все-таки баунти-руну Виндренджер забирала. Ну и будем смотреть на Джина, который, как мы видим, пока что через Экзорд будет играть. Но я думаю, Экзорд здесь будет взят в единичку всего лишь для того, чтобы потом качать Векс и уже через Алакрити добивать крипов без проблем. Феникс сверху, ну стреляли ему по лицу. Очень больно Фениксу, но улетает он вовремя. И Карл Сдафь, естественно, был не в кулдауне, поэтому понимал Феникс, что может вот так вот немного поагрессивничать. Есть у него три Тангуса. Он будет продолжать стоять на этой линии. Терпеть, конечно, вначале будет от двух ранжевых героев. Но я думаю, справится с этой задачей. Феникс подходит сюда также Бэйн. Бэйн на первом левеле инфибл был взят. Съедает вот это дерево. Но правда больно Фениксу. Посмотрите, его неужели с руки допинают фиксики? И действительно, вот таким вот образом глупый ферсблат происходит. Бэйн получает экспириенс, причем получает его в соло. Поднимает практически сразу второй уровень. А что случилось? Ну и ладно, хорошо, Феникс вылетел. Но это было не похоже на вылет. Смотрите, когда ты пытаешься мансить в лесу вот здесь и вот. Пытаясь куда-то тыкнуть, пытаясь размансить. И тут ты делаешь вид, что вылетаешь. Как-то не особо можно поверить в это. Изи для дума. Цеплять нечем на линии. Сейчас будет страдать Изи Лейн. Ну, с одной стороны, ты прав, да? Если Думбрингер получит фастовый левел. Плюс, если будет качать земелью, само собой, будут проблемы у Герокоптера. Но Герокоптер, согласись, со мной. Там Тускар с четвертым левелом двойку шарты в двойку сноубол. Плюс Герокоптер с амакшенным рокет береджем. Вполне себе могут справиться с Думом. Даже если у него будет какой-то аут-левел. Вообще здесь, на этой линии. Пока что Думбрингер левел 2. Но Экспириенс получать на этой линии он будет. Тускар вряд ли в состоянии гонять терабайты. Нужен здесь, естественно, плюс 1 от Даззла. Но Даззл занимается пока что делами у себя в мид. В мид лейне помогает. Виндренджер сейчас попробует здесь еще немного подевардить. Поставил вот такой вот обсерв на рунку. Воткнул. Знаете, наличие БНа, потому что совсем недавно запинали здесь Феникса. Виндренджер. Аллах ретит Джина на себя кастанул. Но рандом-то, если что, убежит. Понятное дело, Виндран не в кулдауне. И поэтому вряд ли можно цепануть здесь ВР. А вот БН немного подошибся на самом деле. Пробили его очень так сильно. Брейтсапом откинулся. Есть у него Фласка. Готов отхиливаться. Тем временем сверху Роуту 5К. Основанный Карлс Дайви улетает поближе к крипам. К своим Шкипер. Отыгрывает хорошую игру. Мне очень нравится, как действует этот Визаж. Отлично. Феникса зонит. Тем временем, даже, кстати говоря, Феникс. Только вот, мы видим, половина первого левела взята у него. Снова Грейв Чилл. И Феникс снова потерял половину ХП. Остается всего лишь один Тангус. Поэтому нужно что-то думать Фениксу с этим делом. Возможно, закупать Фласки. Либо же действовать как-то по-другому на этой линии. Сусмарт фармит. У Смарта все хорошо. 9 на 7 у него крипстат. 12 на 5 топовый Джина на данный момент. Тупо дал акрити. Еще б ты крипов не добивал. Рядом Бэйн. Сентривард воткнул. Знают об этом Даззл. Знают об этом Конок. Ну, Думбрингер левел 3 снизу уже получил. Тем временем Гирокоптер тоже третий левел имеет. Пошел Сноубол в лицо Терабайту. Надо зажимать его. Но маны нету, к сожалению, Тускара. А смысл тогда был вкатываться. Ты вот получишь 2000 от этого Думбрингера, который тебя просто не ощущает. Ну и Оскар вот так вот еще. Хорошо. Как же больно Тусику. Вы гляньте, Терабайт с ним просто какие-то нереальные штуки вытворяет. Вчера на трансляции Рухаба наблюдал я за командой Юпорн. Комментировал эту встречу Донбасс вчера. Вот, и, по-моему, сейчас это было похоже именно на то, что на сайте Юпорны показывают обычно. Все-таки Соло Думбрингер, Соло Афлейн. На данный момент, ну, не сказать, что гоняет двух героев команды Оны. Но при всем при этом чувствует себя совершенно фривольно. Каким-то нелепым образом докатывается Оскар на Сноуболе до Терабайта. Терабайт на развороте тут подхил. Хороший от Даззла. Вовремя он сместился. Но Оркет Берджем мажет Герокоптер. Поэтому не добивает Думбрингера. Вот хорошо. Еще и Дум на ТП развел. Даззл прилетел, ничего не сделал здесь. А у Думбрингера еще два тангуса. Плюс земелья скоро откатится. Ну и вообще все шикарно у Думбрингера. Терабайт продолжает получать экспириенс этой линии. Винвокер Виндренджер убил. Ну, не без помощи, само собой, своего саппорта Байна. Я думаю, здесь был вкастованный Найтмар, чтобы попасть с Санстрайком. Санстрайка здесь, возможно, и не было. Векс в двойку. Коуснэп не вкастованный. Терабайт тем временем нашел руну хосты. И съел Крепаса себе на скорость атаки. Неплохой выбор. Тем временем Феникса могут принять сейчас. И Карлс Дайв в кулдауне его просто застрелил от Рокса с последней тычки. Через фейсбу сыграет Дроу Рейнджер. Чем больше у тебя гилки, тем лучше. Ну, вот сейчас, в данный момент, на гилку взяты только, пожалуй, макосины зеленые. Ну, и, само собой, цирклетка. Не так уж и много. Но и шестого левела у Дроу Рейнджера нет. Уж киперу, я думаю, нужно отойти на некоторое время, чтобы Сусмарт получил все-таки свой марксмандшип. Ну, и уж тогда и Дроу Рейнджера, и Джина будет в миде в разы проще и легче стоять. Винд Рейнджер левел 4, вот только-только на 5-й левел получает. Инвокер уже 6-й, там у него на подходе. Также есть фейсбутс, поэтому, если будет бить Джина с руки, то будет очень больно. Таргету, которому это все будет залетать. Плюс смещается сюда опять-таки Бэйн с 4-м левелом рандом. Не подставляется пока что. Ну, посмотрите, вот Джина 2 тычки сделал. 1-3 хп у Винд Рейнджера уже нету. Будто и не было совершенно. Боттл, само собой, есть. Нападение, тем временем, на Феникса в сложной линии. Сусмарт ошибся он, и Карл Сдави залетает в Феникс дальше. Раскидал неплохих воробьев. Получает, вроде как, плевок от Шкипера. Но Шкипер там, ну, видим, то, что с Сумшен в единичку всего лишь. Но Виза же, я думаю, отпустит. У Оскара нету маны, сейчас съедает аж 2 манга. И как только кулдаун пройдет, Шкипера, я думаю, не отпустит. Смещается сюда Бэйн, который будет помогать Шкиперу. Дал ему фласку. Не угадывает Оскар направление передвижения Шкипера. Сноубол забирает с собой также еще Даззл, который немного ошибся. Сейчас подхили, в итоге Шкипер выживает. Пробили Даззла очень сильно. Но Джина Оскара принимает. А вот теперь, когда все в кулдауне, с Ускаром как бы разбираются моментально. Инвокер собирает еще один фраг. Может еще и по Винд Рейндж здесь надавать. Все-таки 325 мувспида. Здесь 340 у Винд Рейнджа плюс Винд Ран. Не будем забывать об этом. Джина заканчивает погоню. Так, Джина пошел стрелять по ВРК, потому что смещается там уже Дум со своим пятым уровнем. Рандом, ошибается в позиции, рандом. Ой-ой-ой, какие торнадо от Джина. Немного не добивает Винд Рейнджа, она до сих пор живая. А вот Феникс погиб. Никуда не смог уйти в этом моменте. Бегут дальше за Винд Рейнджа. Винд Рейнджа фанально догорает. Это терабайт, можно сделать паут, можно уйти на ноге Думбрингеру. Он с аркан руной, так что все вообще шикарно у команды Анима Стронг. 1-6 становится счет. По Крепстату мы видим топ-1. Естественно, за Дроу Рейнджера на данный момент собрала на себя Аквилу. 500 монет сверху имеет. Ну и снизу Лорд Беовульф тоже подфармливает постепенно. 200 монет после покупки фейсбутцов. Также есть Рингов Базилиус. 6-й левел у Гирокоптера. Про него совершенно забыли, что вообще существует этот Гирокоптер на карте. Ну и на 7-й минуте Гирокоптер. Ну вот они притык идут. Два кири героя. Однако там Феникс опять погиб. И снова от Дроу Рейнджера. Она забирает уже второй для себя фраг. Конечно, была у нее одна смерть, что неприятно. И нападение на Курьера. От Фиксиков. Ой, да ладно! Крепы спасли жизнь этому бедному школьнику. Почему школьник? Ладно. Не суть важна. Ну и Стронги втроем находятся на ботом линии. Сейчас попробуют, возможно, подпушить ТВ Рульку. Есть Ката. Много ранжевых крипов. Терабайт тоже со своим думом уже. Если встанет на какого-то Гирокоптера. Гирокоптер, я думаю, отвалится. Дазл на подсеве. Мало чего сможет сделать, если нападение действительно пойдет такое организованное. Ну, видим, Терабайт не начал напрягать обстановку, а старается сместиться сейчас в лес. Ну и найти здесь еще себе какого-то крипа. Конечно, по-хорошему. Это должны быть волки. Находят здесь, кстати говоря, стаг, который сделан для Гирокоптера и Бэйн. Снова ставят паузу. И это проблемы у Анима. Куру он не убил. Школьник выжил. Вот, так что ничего ты не пропустил. Мне кажется, если Стронгий сейчас продолжит вот таким образом действовать на карте. Постоянно какого-то принимать. Постоянно куда-то перемещаться. Активные действия проявлять на карте. В то время, когда Гирокоптер должен разогнаться, Тараксатом с получением своего шестого, если ребята собираются в пятером, уже может показать неплохой ДПС в драке. Ну и, само собой, реализовывать свою ауру нужно. Нужно, поэтому атаковать надо. Ну, Джина сейчас, понимая это, уже пушит мидлейн. Если что, рядом находится Бэйн. Также смещается Ишкипер сюда. Неподалеку Терабайт находится. В общем, четыре героя команды Аниме Стронг осадили просто своих компонентов. Не знаю, эту игру можно считать как игрой за топ-1 состав организации Аниме Юнити, что ли. Битва должна быть интересной, но я надеюсь, что сейчас Онак не будут сдаваться, а просто подождут, пока Гирокоптер получит свои артефакты. Виндрэнджин там тоже ДПС-ом кое-каким обзаведется. И уже после этого, спустя там 15-20 минут фарма, ребята что-то смогут показать. Но эти 15-20 минут надо прожить еще. Думбрингер видит Оскар. Оскар понимает, что здесь кто-то есть рядом. Еще Думбрингер заюзал Терабайт очень нагло. Но Шкипер тоже доспел вовремя. И в итоге минус Тускар. Ничего не смог сделать Феникс, которого также ловят на Торнадо, ЕМП. Минус Феникс. Отличный заход от Стронга в Чужой Лес. И в итоге минус 2 заканчивается это все действие. Рандом. Бейна попробует принять. Повершотом зарядил, но тут Брейнсап. Остается 200 хп у Бейна, но его заплевывает до смерти. Еще и Стики прожимает, выживает Бейн. Последняя тычка, это минус. Ну вот так вот хотя бы Рандом второй фраг для своей команды забирает. Тем временем Дроу Рейнджер подпушила топ лейн. Не знаю, это такой потный глиф. На лоу хп. На дефе находится Феникс, который только что потратил и Карус Дайв. Но Винд Рейнджер погонится. Я думаю, за Дроу Рейнджер получает Сайленс в лицо рандом. Надо в Сусмарту убежать. Фейзи прожал. Побежал. Убежал. Морбит маску прикупает себе на полторы тысячи, которая у нее была. В кармане в этот момент. Ну и, собственно, продолжит фармить леса дальше. Не будет Дроу Рейнджер терять времени. Ну и мы видим 50 на 18 у него крипстат. Весьма-весьма неплохо. 54-55 на 21. Он гирокоптер, левел 8 снизу. У него нету ничего для того, чтобы помогать своей команде. Да, у него есть полный прокаст, у него есть ТП. Но проблема в том, что Аниме Стронг вроде как и работают вместе. То есть собираются там втроем, четвером, что-то делают. Но при всем при этом они находятся далеко от ТВРов. Допустим, в этом моменте, да, который мы наблюдали, несколько минусов было сделано от Аниме Стронг. Здесь, ну хорошо, полетишь ты на сэф ТП на Тавер Т2. Дальше что? Ты потратишь время, ты потратишь большое количество фарма. Ты, в конце концов, можешь ничего не сделать. И в итоге смещение твое ни к чему хорошему не приведет. А еще и при самых плохих стечениях обстоятельств ты еще и откинешься в Таверну. А тогда будет вообще не весело. Ну и, понимая это, Биобульф продолжает формировать. Никуда не выходит. И странно то, что Думбрингер так же не старается как-то здесь обстановку усугубить на этой линии, чтобы Геррокоптер не чувствовал себя так фривольно. Так, нападение на Бейна. Фиксики подставятся сейчас. Пошел Сноубол. Ну и Сигильчик наберется контролить Оскару. Однако не получается у него ничего сделать. Джинна подходит, дает, ну и ЕМП в Тускару, у которого и так маны по факту не было. Торнадо по двоим, по троим. Там даже рандом подставился. И Джинна откинулся метеором. А вот Думбрингер Геррокоптера все-таки не простил. Вовремя пошел Дум. Оскара так же не отпустит никуда. Маны нет. Просто терабайт его сожжет. Но это, блин, напоминает разрыв на самом деле. Еще и Дазлом приняли, убили. Даблки в исполнении Шкипера. Визаж начинает настреливать. И как раз собирается минус армор, понимая то, что совсем скоро Дроу Рейнджер уже не будет, скажем так, выступать в роли Мейн Керри. Рандом. Виндран прожал. Бежать нужно, Виндрэнджер. Феникс тоже убегает. У него нет яйца до сих пор. Это проблема. Потому что ты вроде как, ну, 12 минут. Феникс со сложной линией. И вот у тебя нету шестого левела. Это как-то вообще не круто. Дроу Рейнджер поймал его. Феникс начинает настреливать. Еще 3 тысячи нужно сделать. Минус Феникс, я думаю, сейчас будет. Однако уходит Роуду 5К из Вижена. Но вот этот Вард. Вот этот Вард делает свою работу. Окупился Вардецкий полностью. 2-13 счета. Аниме Стронг. Ну, на данный момент выглядит очень сильными на этой карте. Напоминаю вам то, что все матчи проходят по Бестов 1 серии. И не имеет коллектива права на ошибку. Если хотят побеждать, надо побеждать в каждом матче. Пока что Аниме Стронг показывает это. Так, ну и Нетворс, я думаю. Топ-3 за Дайрами, как мы видим. 5906 тысяч. И в догоняющих 4200 у Гирокоптера, который просто фармил. Он просто фармил все это время. И мы видим, какое огромное количество Нетворса он уступает. Дроу Рейнджер. 6200 у нее на руках. Боже мой. Какие цифры колоссальные. 5700 у Инвокера, прошу прощения. 4400 Думбрингер со сложной линией. Ну, вот этих 3 коровых персонажей сейчас владеют огромным количеством преимуществ над своими соперниками. Ну и разбит Смоук от Онек. Пойдут попробовать свои силы. Но ловить нужно через Виндрэнджер. Хотя на самом деле мог бы пойти и Тускар первым. Но сейчас найдет, возможно, Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер бежит отсюда с волком, палец в движуху. И этот Смолганг заканчивается ничем. Но пошел Гирокоптер дальше. Зосмарт привязала его. Неплохой стопол в лицо. Это минус Дроу Рейнджер. Но Биальву Ульфтокши погибнет. Я думаю, сейчас разбить надо Феникс Сан минус. Также Феникс в погоне за Думбрингер. Но там уже минус 1, минус 2. В итоге Даза тоже погибнет. Надо было делать сразу ТП. Стараться убежать. Ну, убили Майнкерри. Хорошо. Зато поплатились аж четырьмя минусами от своей команды. И мы видим то, что по ХП, по голде, конечно, этот рак остался за командой Аниме Стронг. Сами пошли в лапы к своим врагам Аниме Онэкс. За счет чего пострадали. Ну и мы видим, какой результат из этого всего у нас на карте произошел. 14 минута. 3.17. От Стронга. Боже мой. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Я думал, сейчас будет игра 40-40, 50 минут в игре. И уже только после этого парни выяснят отношения между собой. Но на данный момент преимущество колоссальное за Аниме Стронг. Графики откроем, посмотрим. 10 тысяч за Стронгами по голде, по экспириенсу. Там не так все плачевно. Но тоже 6-7 тысяч преимущества для себя Стронг сейчас имеет. Смещается на Рошана. Понимаю то, что сейчас они куда сильнее. И вряд ли пойдут их соперники драться. В Рошпите. На котором им драться вообще бесполезно. Тем более без яйца, которая в кулдауне. Ну и забирают без проблем для себя. Рошана может перетягиваться, я думаю, вниз. Забирать вот эту вышку. И зарабатывать деньги для своей команды дальше. Сейчас в поисках фрага инвокера. Потому что есть у него арчит. Но, конечно, надо было кастануть сначала 3 лекса, чтобы бегать побыстрее. А уже затем забегать в чужой лес. И принимает это инвокер. Вот сейчас перекастовал. Пошел. Колснэпчик есть. Ну и потом торнадо. Я думаю, нужно помочь. Ну плюс Алла, еще в кастовать не забыть. Второй инвок. Кулдаун большой достаточно. Ну вот Виндренджер сейчас находит. Терабайт готов. Давай, Дум, Дум. А, ну решают на Феникса переключиться. Не знаю, почему так. Рандом Саленс получил в лицо. И вы посмотрите, какие тычки отрезает Джина. А почему так больно? Ну, понятное дело, что Аура Дроу Ренджер. Она работает. Тут за Оскаром еще погонит. Терабайт бежит дальше. Фейсбуцин нажал. Оскар пытается сделать паут отсюда. Ну куда же ты, братишка, отсюда уйдешь? Это еще один минус. Уже второй для Аниме Стронг после этой драки. Дазла поймали Финсгрип. Это минус он. Можно переключаться на Феникса, но вовремя и хорошо раскастовал Воробьев. Феникса и даблкил оформляет для своей команды. Забирает инвокера, снимая с него Викет Сиг, получает тысячу монет. Две шестьсот у Феникса. Если будет какая-то быстрая Шива, то может быть что-то доизменится. Но Шива конкретно в этой игре, она по-моему не особо смотрится. Ну кого здесь катить? Только Думбрингер, который прожмет землю и будет бежать так же, как бежит обычно. Бежит обычный герой. В остальном же обычно Шива собирается на Феникса, потому что вот ты залетаешь на Икарусдаве и вот это вот огромное расстояние. Это все ты неплохо так на нет сводишь, особенно передвижение. Спик там режешь однозначно. Ну и Феникс сейчас посмотрим, что будет покупать. Мистик Став себя приобрел, но все-таки это будет Шива, я думаю. Шива так Шива. Ладно, она замедляет еще и атак спид, не будем об этом забывать. И в конце концов смотрится на Феникса очень даже здорово. Поэтому роуту 5К, ну стандартный артефакт для Феникса. Можно еще Мекку было попробовать на те деньги, которые получил сейчас роуту 5К сделать, потому что Мекка бы и в замесе помогла 5 на 5, но проблема в том, что Мекка уже даже на 16 минуте не особо много-то решает. Виндренджер под Саленсом, ЕМП на нее, там Найтмер пошел под Умрингер. Ну на самом деле уже плевать, потому что Виндренджер минус. Но Болл попробует софокусить Терабайта. Но Оскар, куда же ты впрыгиваешь на 4-х героев соперника? Бэйн может подставиться. Бэйн сейчас убьет, под минус армором он находится. Но очень много вытанковывает Бэйн. Также очень долго живет. Можно ловить Финс Грипп, но Финс Грипп не тратит. Там драка продолжается, Гирокоптеры минус 0, нападение на Феникса уже под Т3, это минус Феникс. Живет один Дазл, который ничего не может сделать. Ну и Стронги перетягиваются на Т2 в миде. И потом, я думаю, без особых проблем зайдут на Т3 и попробуют уже закончить этот матч на 17-й минуте. Файн Трикап смотрим. Снова минус 4 от Стронгов. Ну, ничего необычного здесь нету. Приходится взять Глип Фортификейшн. Гирокоптер встает через 15 секунд. Но проблема в том, что если даже гирокоптер встанет, вопрос, как этот гирокоптер будет давать ДПС в драке. Его тут же, не знаю, за Найт марит, его за Финс Гриппят, его убьют, его отпинают в лесу в пятером, как бы... Какие ауты из этой ситуации есть? Я не знаю. Сусмарта поймали. Под минус армором находится Дроу Рейнджер, но спасают ее. Найт про неплохую был откинут по Фениксу. Фениксан ставится. Сусмарт продолжает наяривать. Нодный Суидс хайграунда теряет эгиду Бессмертных. Бойна застанила это минус Бейн. Шкипер также может погибнуть сейчас. Сусмарт бежит отсюда. Шкипер, шкипер. Одна стрела гирокоптера замедлили. Как же хорошо играет Дроу Рейнджер. Мне очень нравится. Я не знаю, вот такие микромоменты. Но они решают сейчас исход этой встречи. Терабайт под минус армором. Что-то сбрило. Инвокер забрал Оскара. А когда-то эти ребята играли в одной команде. Потому что была одна команда после первого аниме-челленджа, который носил гордое название аниме Юнити, как одноименная с организацией Элла. Теперь аж 8 составов аниме подписали для себя. Ну и мы видим то, что сейчас два бывших игрока, которые выступали под одним клан-тегом, играют в разных командах. Вот так вот жизнь может повернуться. 2000 у Дроу Рейнджера практически на руках. Манту Стайл себе сделал. Также имеется Доминатор. Сейчас посмотрим. Будет какая-то Яша, наверное, либо же выход в какой-то очень сильный артефакт по типу бабочки, чтобы добавить из себя агилку и вообще увеличить ДПС своей команды. Что смотрится мне, пожалуй, даже юзабельнее, чем какая-то Яша там вместе с Инжой. На Дефе Феникс. Феникс тоже 1000 монет. Плейтмейл ему нужен, само собой разумеется. Но проблема в том, что крипов найти негде. В свой лес выходить очень страшно. Тем более здесь стоит два вот таких вот дайровских варда. И Аниме Стронг будут контролить подобные вещи. И, соответственно, наказывать своих соперников за какие-то необдуманные действия в своем лесу. Дроу Рейнджер забирает. Два вышку. Ну, понимает он, и то, что действовать как-то агрессивно сейчас не в их компетенции совершенно. Они потеряли мидлейн. Надо отпушивать, само собой, эту линию постоянную. Плюс тебя давят по топу и подпушивается ботом линия. Надо как-то делиться. А если ты разделишься, то, понятное дело, тебя будут ловить. Ты будешь страдать. Инбокер под густволком будет подбегать, ломать тебе шею. Не знаю. Сейчас посмотрим, как это все будет обыгрываться. Пока что халдятся стронги. Не торопятся выходить. Не торопятся какие-то активные действия на карте проявлять. Они знают то, что и сейчас они в разы сильнее. Вот здесь только Бэйн по Нетверсу отстает. А в остальном Дайр и его топ-4 по Нетверсу. Даже визаж 6700. Но это неудивительно в таком-то пике. Здесь тем более еще на подходе у визажа Аганим, который появится совсем скоро. Не хватает 8 монеток, 8 рублей. Стаффи Визарда есть. Окр Клаб. А, нет. Прошу прощения. Здесь еще нужно 1000 монет. 6-25. Так, ну и что стронги? Ну, вроде собираются снизу. Хорошо, могут попробовать что-то здесь сделать. Проблема в том, что у команды соперника есть чем откидываться. С пауэршот и Феникс будет спамить постоянно. Файр Спиритами с вами плюс Тускар с третьими шардами. Тоже неплохо так с кривцами будет разбираться. Но подпушивать эту линию, естественно, стронги не отдают своим соперникам. Мидлейн. Биа Вульф здесь все это дело контролит. Битв и Миллиар. Ну, плохое торнадо от Джина. И я думаю, сейчас нападать эти 30 секунд не будут. Хотя у инвокера и так параллельно очень много костов. Аганим прилетает ему. Аганим также готовы у Визажа. Ну, я думаю, со следующей пачкой крипов попробуют уже зайти. Точно Бейн в позиции стоит. Если что, Финцгриппить будет. Само, собственно, имеется Кирокоптер либо Виндренджа. Вот эти два дэмэдж-дилера. Одного из них надо по-любому избавляться. Начинают фокусить рейнджевой барак. Барак падает. Задумили Биа Вульфа моментально. Ну, вряд ли сделать минус, конечно. Там залетел неплохо Феникс. Феникс, Оскар, минус. Но надо переключаться на Яйцо. Иначе Яйцо застанет пятерых героев команды соперника. Минус, скорее всего, Кирокоптер будет. Атака до базы хиляется. Мега килл уже в исполнении Шкипера. Ну и вышку вместе с Линей полноценно уже вторую. Аниме Стронг для себя забирают. Ну, по-моему, это прямая дорога в гранд-финал. Эта квалификация на слот. Так, Роуту 5К тоже подставляется. Саленс ему в лицо дают. Ну и... Бах! И не стало Феникса. 628. Разрыв. Вот GameWellPlayed Оскар соглашается с тем, что они действительно слабее своих оппонентов. Ну и поздравим Стронгов с тем, что они, я думаю, могут уже полноценно считаться топ-1 коллективом этой организации. Все-таки ребята только что в этой встрече доказали нам то, что они могут, они могут. И еще раз могут. Поэтому желаем им удачи в гранд-финале, который, по-моему, уже совсем скоро должен стартовать. Сейчас я сетку открою, посмотрю, как там дела, потому что параллельно у нас играет еще и верхняя сетка, которую, возможно, нужно дожидаться. Но вот там в 1-4 еще матч доигрывается, затем будет сыгран полуфинал, и мы узнаем уже того человека... Не человека, прошу прощения, а того команду, которая будет принимать участие в финале с верхней сетки. Соответственно, в основном соперниками команды Анима Стронг. Анима Стронг, через несколько минут, я думаю, вернемся с вами, хотя минут это громко сказано. Все-таки перерыв у нас будет, я думаю, около 30-40 минут. Все зависит от того, как там сложатся игры. Музыка, отдыхаем и возвращаемся на финал этой квалификации. Не скучайте, ребят.